Добрый день, дорогие друзья! С вами я, епископ Альберт Раткин, и наш канал «Взгляд с небесный». Подписывайтесь, ставьте лайки, помогите в распространении этого видео. Благослови вас Господь! В чем величие страны? В чем величие России? В чем величие других государств? Америки, Германии, Бразилии? Их много, больше двухсот стран сегодня расположено на нашем голубом шарике, как мы его называем, на планете Земля. В чем же это величие? В том, что люди живут достойно, в достойных условиях, получают достойное образование, достойную зарплату за свой труд. В том, что эта страна, эта держава развивает прогресс, делает какие-то открытия, улучшает жизнь людей, не только своих, но и всего человечества к лучшему. Или величие страны в оружии, в ядерном, в атомном оружии, которое способно уничтожить весь наш земной шар. О чем я сегодня? Я о выступлении патриарха московского Сея Руси Кирилла Гундяева, которое он сказал недавно, вот так быстро прошли праздники, и на праздник Богоявления патриарх выступил с такой воинственной речью, как будто война какая-то отечественная идет, или что-то еще, где он пригрозил всему миру, сказал, что очень много там какие-то безумцы навязывают, там хотят переформатировать и Россию, и грозят России, и что это будет концом всего человечества? Как вы думаете, нужна ли такая праздничная речь в Храме Божьем от лица первой иерарха Русской Православной Церкви, да вообще неважно какой церкви, нужно ли вот это сегодня нашему народу, русскому народу слушать о том, что не дай Бог, в конце он завершает, что даже если они подумают об этом, это уже будет означать конец этого мира, конец света. То есть что, мы такие смелые, мы сильные, как патриарх говорит, и русские никогда не проигрывали ничего, мы такие воинственные, может быть что-то лучше давать этому миру, чем грозить этому миру? Мир, это более 8 миллиардов человек, и нас, 140 миллионов русских, которые грозят опять всему миру, ядерным оружием. А знаете, ладно бы, ну, мы уже привыкли, депутаты Госдумы, или кто-то из Совета Федерации, или кто-то из правительства, правительства, ну, допускают такие речи, но чтобы от духовного лица, от духовного человека слышать вот такие высказывания. Я не знаю, будет ли эта риторика еще более агрессивной или не будет. Знаете, я недавно разговаривал с одним священником, тоже русско-православной церкви, он говорит, ну, а что вы, владыка, хотите? Везде есть свой талибан. Ну, это пришлось задуматься и мне, и я увидел, что и в русской церкви тоже думают об этом. Ну, а в конце бонусом будет еще небольшое видение, которое в очередной раз покажет вам, как весело живут протестанты здесь у нас в стране. Благослови всех Господь, храните себя. Сегодня мы знаем, что возникают очень большие угрозы миру, нашей стране, да и всему роду человеческому, потому что у каких-то безумных людей появилась мысль о том, что великую державу российскую, обладающую мощным оружием, населенную очень сильными людьми, которые с поколения в поколение всегда были мотивированы на победу, которые не сдались никогда ни одному врагу, которые всегда выходили победителями, что их можно в нынешних условиях либо победить, либо, как теперь говорят, переформатировать, то есть навязать им некие ценности, которые даже и ценностями назвать невозможно, для того, чтобы они были, как все, и подчинялись тем, у кого есть сила контролировать большую часть мира. И вот это желание победить Россию сегодня приобрело, как мы знаем, очень опасные формы. Мы молимся Господу, чтобы он вразумил тех безумцев и помог им понять, что всякое желание уничтожить Россию будет означать конец мира. И я представляю протестантские конфессии и в президентском совете, и в общественной палате Российской Федерации. Русские протестанты должны быть везде и представлять всемирное движение в поддержку русской православной церкви. Субтитры создавал DimaTorzok